друзья всем привет значит снимаю очередной видос как раскрутить группу на одноклассниках самостоятельно без применения каких-либо программ а делать это все вручную чтобы сделать качественную группу с нормальными реальными подписчиками желательно это делать самостоятельно сейчас объясню почему значит там теперь немножечко о прошлом моем видео 2017 году я снимал видос точно такой же как раскрутить группу там были другие условия сейчас условия немножечко изменились значит одноклассники ограничен ограничили лимит добавления людей лимит приглашения людей в группу раньше было можно было добавить 40 человек сейчас можно добавить всего лишь 10 человек один раз в сутки теперь поехали как это сделать сейчас вам расскажу значит в первую очередь вы должны зарегистрировать серые аккаунты я их называю аккаунты боты но это обычные пустые страницы которые не живые значит первый вариант регистрации можно купить несколько sim карт но sim карты но стоит намного дороже чем покупка виртуального номера поэтому я рекомендую покупать виртуальные номера я тоже их покупаю они стоят копейки и намного эффективнее если вдруг заблокировали ваш серый аккаунт вы всегда можете за несколько рублей купить новый номер и за и зарегистрировать еще один аккаунт нежели покупать повторно сим карту значит где приобрести виртуальные номера я оставлю ссылку в описании я использую два сайта два сайта для покупок этих виртуальных номеров значит это не реклама этих сайтов это я рассказываю то что я использую для своей определенной работы значит ссылочки оставлю в описании поехали дальше пункт номер два установить бров всех vpn это расширение в google chrome устанавливается это специальное расширение которое меняет ваш айпи адрес хочу заметить то что вы можете его не устанавливать я допустим использую несколько страниц без смены айпи адреса и на данный момент страницы еще не блокировали но рекомендую как бы перестраховаться установить этот бровсек в поиске наберите бровсек vpn в google вам появится значит первый сайт этот на перейдете по сайту установите этот бровсек активируйте его нужно его активировать для того чтобы сменить айпи адрес свой ну и выбрать бесплатную страну там несколько стран которые бесплатно можно выбрать остальные страны платные мне допустим хватает бесплатного варианта для работы значит третий пункт нужно зарегистрировать аккаунты боты это серые аккаунты вам нужно их зарегистрировать и добавить этот серый аккаунт вашу группу в роли модератора значит сейчас объясню почему нужно добавлять людей с серых аккаунтов для того чтобы ваш ваш основной профиль на котором закреплена группа чтобы профиль не заблокировали чтобы группа оставалась целой а блокировали только серые аккаунты то есть чтобы группу вашу не трогали надеюсь вы поняли если вы занимаетесь этим вы поняли значит на один номер вы сможете зарегистрировать один аккаунт из одного аккаунта отправлять 10 приглашений в день 10 приглашений в сутки раньше напоминаю можно было отправить 40 приглашений в этом году одноклассники сделали 10 приглашений я читал на форумах что значит 10 приглашений это временное как бы временное ограничение чем дольше будет существовать ваша страница тем тем больше вам будут повышать лимит приглашений но я уже проверил это все фигня ничего не работает вот строго и стабильно 10 приглашений в день далее как я делаю я рекомендую приглашать с трех аккаунтов по 30 человек в день вот у меня на каждый день по три аккаунта значит на одном акс одного аккаунта отправил 10 приглашений со второго аккаунта 10 с третьего аккаунта 10 и того 30 приглашений в день я отправляю из 30 приглашений В приглашении могут добавиться все 30 человек в моей группы, могут добавиться и 10 человек, то есть смотря как вы заинтересуете людей, добавятся они к вам или нет. Значит, дальше я рекомендую серую страницу делать от имени девушки, плюс установить привлекательную фотку. Для чего от имени девушки? Значит, когда вы отправляете приглашение людям, допустим, отправили приглашение какой-то женщине, девушке, они нормально на это реагируют и на вашу страницу не жалуются. А особенно хорошо реагирует эта мужская аудитория, значит, они вас приглашают друзья, значит, подписываются на вашу страницу, тем самым вы развиваете свою страницу, то есть вы развиваете серый аккаунт, у вас появляются друзья. Далее, страница ваша становится менее подозрительной для модераторов-одноклассников, ну и больше идет приглашение, значит, больше идет вступление людей в группы ваши. Если вы установите привлекательную фотку какой-нибудь девушке и свою анкету, как-то придумайте имя, допустим, Светлана Лебедева, назовете и установите прикольную фотку. Далее, значит, где взять фотки? Фотки вы можете взять из профилей ВКонтакте. Выбираете другую страну, допустим, вы живете в России, вы выбираете, допустим, страну, пусть Германия будет, да? И вот из Германии какие-то фотки копируете из профилей людей и добавляете на ваши серые страницы. Эти люди никогда не узнают, что где-то используют их фото. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. Можете как-то отредактировать эту фотку. Ну, смотрите сами. Четвертый пункт. Вам нужно составить список групп. Желательно использовать крупные группы, которые ежедневно растут. Значит, ежедневно, ну, группы желательно должны ежедневно расти, из которых вы будете осуществлять приглашение в вашу группу. Допустим, вы, значит, допустим, вы проживаете в Ростове, да, и желаете добавить себе аудиторию людей из Ростова. Значит, выбираете ростовские группы, крупные группы выбираете, и из этих групп добавляете себе участников. Значит, пятый пункт. Фиксировать количество участников, чтобы не добавлять людей повторно. Сейчас объясню, почему. Например, вы сегодня, ну, вы сегодня зашли в выбранную вами группу ростовскую, в которой 100 тысяч человек. Вы сегодня добавили из этой группы несколько человек и записали количество участников. Завтра вы решили добавить из этой группы людей, но вы не знаете, где там старые участники, а где новые. Значит, к примеру, завтра в этой группе будет 100 тысяч 80 человек. Значит, вывод делаем. 80 человек – это новые участники. Новые люди всегда будут первые в списке, поэтому 80 человек – это будут новые люди, из которых вы несколько человек можете пригласить к себе в группу. Для чего сделать, для чего фиксировать количество человек? Чтобы вы на следующий день повторно не добавляли тех людей, которые, допустим, не захотели вступать в вашу группу и отклонили ваше приглашение. В следующий раз они могут пожаловаться на вашу страницу и вашу страницу заблокируют. Надеюсь, вы поняли. Не поняли, пишите в комментариях, я все вам объясню. И хочу заметить, этот видос будет длинный, поэтому, если вы желаете понять всю эту суть раскрутки групп, смотрите дальше. Шестой пункт. Если заблокировали ваш серый аккаунт, не забудьте удалить этого модератора из вашей группы. Значит, сейчас объясню. Когда вы зарегистрировали новый аккаунт, серый, вам нужно добавить этого человека в вашу основную группу и назначить ему роль модератора, чтобы этот серый аккаунт выполнял функции приглашения людей в вашу группу. Но бывают случаи, когда ваш аккаунт, администрация одноклассников может заблокировать. А вы из-за своей невнимательности оставили этого модератора в вашей группе, то есть не удалили его. Теперь объясню дальше, что будет происходить. Если вы покупаете виртуальные номера, значит, через какое-то время этот номер могут купить совсем другие люди и, опять же, зарегистрировать этот профиль на одноклассниках. Потому что со временем блокировка эта исчезнет и человек зарегистрирует себе какой-то определенный профиль на одноклассниках. И он будет видеть, что он добавлен в такую-то группу и когда зайдет он в эту группу, он сможет осуществлять какие-то операции. Допустим, удалять ваши записи из группы, как-то редактировать контент. То есть могут натворить всякой беды. Поэтому этого модератора, которого заблокировали, удаляйте. Надеюсь, вы поняли. Значит, и теперь, чтобы сильно не напрягаться, вы можете купить готовые группы с участниками. Но где гарантия того, что в этой группе, в группе реальные люди? Где вы возьмете гарантию при покупке аккаунта? Откуда вы будете знать, что в группе именно реальные люди, живые люди? Они обычно такие же страницы, серые аккаунты, которые вы создаете специально, чтобы добавлять людей в ваше сообщество. Поэтому при покупке групп будьте внимательны. Я считаю так. Чем тише едете, тем дальше будете. Надеюсь, я все понятно объяснил. Если будут вопросы, пишите в комментах. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. И теперь давайте я вам немножечко покажу, как определить, как добавлять людей очень внимательно, чтобы отличить серые аккаунты от аккаунта настоящих людей. В первую очередь рекомендую обходить группы стороной, которые официальны. За ними очень сильно смотрят модераторы. Давайте для примера покажу. Набираем в поиске Москва. Выбираем раздел группы. Выбираем раздел группы Москва. Официальные группы я обхожу стороной всегда. Сейчас. Видите, сколько официальных групп. Сейчас я найду какую-то группу, которая обычная, неофициальная. Ну, давайте, к примеру, знакомство, общение, флирт, любовь. Сейчас зайдем в эту группу. Значит, смотрим. 271 507 участников. Очень крупная группа. А теперь давайте посмотрим, где тут реальные страницы, где нереальные. Значит, вот первая. Это реальная страница. Реальная. Реальная страница. Это серая страница. Бот. Бот. Это бот. Вот бот. Это реальная страница. Реальная. 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 Вот бот. Так. Реальная страница. Реальная. 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 вот это бот скорее всего бот-бот-бот то есть как определить значит я уже несколько лет занимаюсь раскруткой групп значит уже как говорится глаз набит у меня значит старайтесь старайтесь добавлять людей с более реальными фотографиями более жизненными допустим вот эту вот эту страницу я обошел бы стороной лошадь но лошадь мне ни о чем не говорит я ее буду считать как эта серая страница вот эту страницу я добавлю вот этого вот этого человека я добавлю так как фотография более-менее съемка любительская ничем не напоминает какую-то постановочную съемку так ну вот допустим до n rose посмотрите фотография ну кто так будет фотографироваться на свою страницу тупая фотография поэтому я этого человека не добавил бы дальше вот допустим до какой-то какое-то тело я его не добавил бы вот этого гитаристом добавил бы более-менее реальная фотография так ну в общем вот допустим игорь кови вот эту страницу я бы не добавлял возможно это нереальный человек а также старайтесь обходить стороной вот эти пустые страницы без фотографий это скорее всего серые аккаунты которые используют для накрутки участников своих группах я думаю со временем вы поймете как это все делать как добавлять более-менее целевую аудиторию более-менее значит реальных людей для чего добавлять реальных людей вы же хотите получать результат какой-то от вашей группы правильно чтоб у вас в группе крутились реальные люди они какие-то фейковые аккаунты чем больше реальных людей тем лучше тем лучше для вашей группы тем будет больше репостов ваших записей лайков комментариев и и т.д. и т.п. в общем так на словах тяжело объяснить как это все различать ну я надеюсь со временем вы поймете будете отличать реальные фотографии от каких-то виртуальных обыкновенных рисунков картинок и т.д. и т.п. ну все ребята будут вопросы пишите комментарии всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой видеоканал все всем пока